Но ты не ответил, а я у тебя по-братски спросил, но и ты мне по-братски спросил, я тебе по-братски отшутился, ты должен по-братски понять, что я не хочу отвечать на этот твой братский вопрос. То, что Путин уничтожил 30% нашего народа, это не мешает Нур-Магомедову выходить на ринг и обращаться к Путину, называя его лидером и так далее. Если мы Емеляненко просто не любим, но у нас нет к нему какой-то ненависти, то к этим предателям у нас есть еще и ненависть. Поэтому в этом противостоянии я лично был на стороне Федора Емеляненко. Томсотый в одной из вырезок говорил про мотоцикл, проехавший по голове какого-то полковника, ты не мог бы около подробно рассказать, что за случай. Это кадыровский патриот, он же Весмурадов Абу-Заид, он на трайке проехался, трайк знаешь, что такое трайк? Это такой большой такой мотоцикл, трехколесный, сзади два, спереди одно, короче массивная такая вещь. Вот он на этом трайке проехался по голове этого ветерана Альфы ФСБшникова, забыл сейчас как его фамилия была. Тот упал, короче, с мотоцикла и патриот его таким образом добил, но из живых ты не останешься такой, по голове у него проехал, но тот не остался после этого. Потом, правда, они все поехали с цветами на похороны к нему, но факт, что патриот его убил. Но сам патриот тоже, конечно, упал. Вы видели, у него сейчас то ли половины уха нет, то ли там вообще этого уха нет у него, одного уха у него не хватает. Вот это он там на асфальте его протер, это ухо себе, остался без него. Саламу алейкум, брат, желаю тебе блага и твоим близким. Интересно, сколько у тебя детей, брат? Алейкум ассаламу араматуллах. Теперь, баракаллаху фиг тебе за пожелания. Вопрос с моими детьми, он теперь уже не ясен даже для меня, потому что некоторые мои подписчики, оказывается, лучше меня знают, сколько у меня детей, как я их назвал или как я должен был их называть. Поэтому я пока не в курсе, надо будет этот вопрос выяснить точно, потом как-нибудь вынести это в эфир. Но ты не ответил, а я у тебя по-братски спросил, но и ты мне по-братски спросил, я тебе по-братски отшутился. Ты должен по-братски понять, что я не хочу отвечать на этот твой братский вопрос. Я думаю, ты же брат, ты должен по-братски понять. Как это отнесся к тому, что кадыровцы, что старые, что молодые, в основном бойцы, оскорбляли необоснованно Федора Емельяненко, и все ли чеченцы считали Федора петухом и испытывают ненависть к нему? Отношение к тому, что было в отношении Емельяненко, негативное у большинства людей, у большинства чеченцев. Мы не испытываем никакой любви к Федору Емельяненко, абсолютно. Лично я не испытываю к нему никакой любви. и я уверен, что большинство чеченцев к нему никакой любви не испытывают. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что называть его петухом, как-то иначе его оскорблять, тем более, когда это делают, кто сами достойны всех этих оскорблений, кто действительно соответствует всем этим описаниям, это, конечно, мы не поддерживаем. В отличие от Емеляненко, если мы Емеляненко просто не любим, но у нас нет к нему какой-то ненависти, то к этим предателям у нас есть еще и ненависть. Поэтому в этом противостоянии я лично был на стороне Федора Емеляненко. Приветствую. Как так получилось, что Навальный обратил внимание на проблему с кровной местью? Спасибо. На это обратил внимание весь мир. Как мог на это не обратить внимание Навальный? Тебя не удивляет, что на это обратили внимание в Вашингтон-Пост, в Нью-Йорк Таймс? Это как бы, когда официальный чиновник российский, один из председателей парламента, субъекта России, как они сегодня называют, считают Чечню, и он вот так вот открыто объявляет кровную месть. Ты не думаешь, что это... Ну, вообще, по-твоему, это как бы нормально? Ты можешь себе представить, что глава Конгресса США взял и объявил кровную месть там кому-нибудь? Или, ну, или, да, США, конечно, премьер. Премьер так себе. Например, какой-нибудь глава Хакасии. Кстати, вот глава Хакасии, глава парламента Хакасии, председатель парламента, он на днях сделал такое заявление, что якобы все там калмыки участвовали на стороне Германии во Второй мировой войне, якобы, и что там каждый, короче, был причастен к преступлениям, поэтому там, мол, весь народ выслали, и это делалось вообще, чтобы спасти калмыкский народ, потому что в каждой семье был некий преступник гитлеровский, и, соответственно, люди бы мстили этим семьям, и чтобы им не отомстили их, мол, видите ли так, Сталин о них позаботился, великодушно их куда-то переселил. Правда, сейчас он заявил, что это из контекста выдернуты эти его слова, но неважно. Вы представляете, что этот человек, например, сел и объявил бы кровную месть какому-нибудь блогеру из Хакасии, и на это не обратили бы внимания? Можете себе такое представить? Конечно, на это обратят внимание. На это надо обращать внимание. Почему не нравится тебе Хабиб Нур-Магомедов, всех тебе благ иди до конца? Потому что Хабиб Нур-Магомедов заискивает с преступниками, дружит с преступниками, хвалит преступников. Как он может нравиться? Я вообще не понимаю людей, которые вроде бы там типа у них такие, знаете, братья, такие мусульмане, такие праведные, и начинают как-то оправдывать этого человека. Я просто поражаюсь. Когда Кадыров сделал заявление по поводу имама Шамиля, и тогда в Дагестане очень серьезно взбунтовались против Кадырова, начали писать разные статьи. Тогда эта дружба с Кадыровым не помешала Хабибу Нур-Магомедову тогда сделать публикацию в поддержку имама Шамиля. Он не сказал, конечно, ты, Кадыров, неправ, ты плохой человек. Но он выставил пост, выставил имама Шамиля фотографии, написал, что нам далеко до этого человека, это чуть ли там герой, на него надо равняться и так далее. То есть он противопоставил это словам Кадырова. То есть когда вопрос коснулся имама Шамиля, Хабиб Нур-Магомедов нашел в себе смелость, нашел решительность, мужество, чтобы не согласиться с Кадыровым, выступить против его мнения. Но оказывается, честь имама Шамиля, жившего несколько столетий назад, она дороже, чем те наши братья и сестры, которые уничтожают Кадыров сегодня. Это дороже, чем наша религия, на которую посягает сегодня Рамзан Кадыров. Это все оказывается гораздо было менее ценно, чем высказывание Кадырова по поводу имама Шамиля. Вы понимаете, вот эти вещи, они непростительны. Если то, что Кадыров сегодня уничтожает просто из-за инакомыслия, из-за религиозных или политических убеждений, он уничтожает братьев и сестер Хабиба Нур-Магомедова, это не мешает Хабибу встречаться с Кадыровым, обниматься с ним, дарить друг другу что-то, высказывать какие-то благие пожелания, поздравлять его с днем рождения и так далее. То, что Путин уничтожил 30% нашего народа, это не мешает Нур-Магомедову выходить на ринг и обращаться к Путину, называя его лидером и так далее. А то, что Кадыров высказал мнение о имаме Шамиле, это было достаточным аргументом, чтобы Хабиб выступил против этого мнения. Это лицемерие, господа, такие вещи не прощаются. Поэтому у меня негативное мнение о Хабибе Нур-Магомедове. Георгий, вы меня удивили. Я знаком со многими чеченцами, врачами, моими коллегами. Они мусульмане и хорошие специалисты. Парни и девушки. Никто из них эволюцию не отрицает. Иначе им пришлось бы отрицать всю биологию и как следствие свою профессию. Георгий, что ж поделаешь, я рад, что я тебя удивил. Удивлять людей это тоже как бы хорошая способность. Значит, не зря я тут занимаюсь своим делом. Меня искренне удивят твои друзья-чеченцы, как ты говоришь, врачи, если они будут говорить, что они сторонники этой теории эволюции. Вот они искренне удивят, наверное, весь наш народ. Чувак, тут ты промазал на пару километров. Врач, отрицающий эволюцию, это как математик, отрицающий таблицу умножения. Если вдруг есть такой на земле, то спасайся от него. Он тебя угробит быстрее по дешахам. Георгий, хорошо, спасибо тебе за совет. Я в следующий раз буду интересоваться у врачей. Вы отрицаете теорию эволюции или вы ее поддерживаете? Я вам скажу честно свое мнение. Я не знаю, врач там, не врач, будь он астрономом, физиком, математиком, ядерщиком, кем бы этот человек не был, если этот человек придерживается теории эволюции Дарвина, для меня этот человек он неразумен. Это наоборот, повод усомниться в его умственных способностях. Ну, ладно, мне эта тема неинтересна, короче. Тумсо Хасан Баи, врач мира, один из лучших врачей США, не верит в теорию эволюции. Было бы странно, если бы Баи верил бы в теорию эволюции. Эволюция Эшэль Бэ Мэшэль Бэ Пророк Мохаммада в северном хадисе Сахи Аль-Бухари советовал пить верблюжью мочу от болезней живота миллионы мусульман это практикуют сейчас. Это тебе не сказки об эволюции, а трушное исцеление лечимся правомерненько. Только это не отдельно моча верблюда, а моча и молоко верблюда. Их смешивают, в смысле пьют, это правда. Субтитры создавал DimaTorzok